Артем, перед вылетом на этот сбор ты продлил на год контракт. Поздравляем, во-первых. Ты уже сказал, что это для тебя вызов. Расскажи, в чем именно он заключается. Вызов в том, что, понятное дело, я уже не на первых ролях. И понимаю, что это тоже непросто, потому что я, как любой спортсмен, имею свои амбиции, я хочу играть. Но понимаю, что всегда играть невозможно. И когда-то приходит время, когда ты должен терпеть, помогать другим и в то же время всегда быть готовым выйти на поле и помочь команде, клубу. С учетом нового соглашения ты проведешь в «Спартаке» 10 лет, как минимум. В 2011 году ты мог представить, что таким долгим будет срок в команде? Сначала нужно 9-й год закончить хорошо, потом уже думать о 10-м. Ну, естественно, даже вот эти 9 лет, которые сейчас практически прошли, естественно, я об этом не думал, не представлял, что будет так долго. Понятно, хотелось побольше игр сыграть, но есть все что вспомнить. Есть хорошие, есть победы, есть травмы, есть неудачи, есть удачи. Это отдельная жизнь, жизнь жизни, как говорится. И хочется, естественно, продлить эту жизнь как много дольше в этой команде, в любимом клубе. Ты ветеран «Спартака» в хорошем смысле этого слова, основной вратарь в чемпионский сезон, с опытом игры в Лиге чемпионов. С высоты такого опыта оцени нынешнюю молодую команду, атмосферу в коллективе. Не хочется, наверное, сравнивать, потому что каждому времени присущи свои какие-то порядки, свои понятия. Понятно, сейчас время другое, оно поменялось. И хочется, наверное, забрать лучшее, что было в наше время и передать молодым ребятам, чтобы они стали еще лучше, стали еще сильнее. Да, я там на данный момент успел одно чемпионство выиграть, но я хочу, чтобы они выиграли 3-4 чемпионства. И я буду так же счастлив, даже если я не буду основным вратарем. Поэтому это, наверное, основная задача из нашего времени перенести на нынешнее время, чтобы им было хорошо и удобно. Первая часть сезона сложилась, скажем так, не совсем удачно. Есть все-таки ощущение, что получится весной исправить ситуацию? Судя по той работе, которую мы сделали, которая идет сейчас, она очень тяжелая, она насыщенная. Я думаю, у ребят должно все получиться. И то, что были неудачи, есть какие-то и объективные причины, да, на это новая команда строится. Опять же, повторюсь, моя задача и сейчас, скажем так, да, опытных ребят, Джики, Зобы, помочь ребятам в этом, чтобы мы исправили ситуацию. Я уверен, что все получится при такой же работе, при таком же отношении к команде, клубу. Я думаю, все будет в порядке. Вратарская бригада молодая. Ты действительно уже ощущаешь себя в какой-то степени помощником Макса Урванчика и таким воспитателем для ребят остальных? Наверное, главная грань не переходить какую-то, потому что есть главный тренер вратаре, скажем так, а я еще действующий вратаре. Поэтому, естественно, я где-то помогаю, подсказываю ребятам. Но лишнего никогда не беру, то есть физически. Чувствую себя хорошо, не хуже молодых, да, но также и чувствую себе силы, основания, скажем так, где-то ребятам подсказать, может даже где-то голос поднять, когда это нужно. Но, правда, это не часто приходится делать. Как тебе изобретательность тренера вратарей нынешнего, так со стороны упражнения почти не повторяются? Интересная, насыщенная программа, потому что, действительно, тренировки постоянно меняются. Много разных, скажем так, сопутствующих инструментов, которые он использует, то очки, то какие-то лежачие, как полицейские бордюры, от которых мяч отскакивает. Но, опять же, для меня это очередной опыт определенный, потому что у каждого тренера есть что-то интересное, что можно подчеркнуть, чему-то новому научиться, и, несмотря на возраст, это всегда интересно. Это очень здорово, что есть такая возможность что-то новое для себя узнать. В ближайшее время, надеемся, вернется к работе на поле Саши Селихов. Он после череды непростых травм, да, и ты такой проходил в свое время. Поддерживала тоже, помогала при восстановлении. Мы вообще сели смеялись, я говорю, сели, у нас как-то получается, то ты, то я, по очереди все это. Я говорю, давай на этом закончим, вот ты сейчас восстановишься, и закончим уже эту неприятную череду. Естественно, мы его ждем, естественно, мы хотим ему помочь поскорее вернуться на пользу, потому что чем больше сильных вратарей, чем больше сильных людей в команде, это конкуренция, которая всем поможет, становится только лучше, и для клуба это будет только позитив. Поэтому все помогаем, мы ждем его в строю. Тебе отличает то, что ты часто постишь такие мотивирующие тексты, да, призываешь игроков развиваться и за пределами поля. И с последним что посоветуешь, может, что прочитал? Из книжек именно? Ну, не знаю, я сейчас, допустим, читал книжку Юргена Клопа, да, и она хоть и не от первого лица, в принципе, мне более нравится, когда от первого лица она написана, там в основном о моем жизни рассказывается, о его подходе, но мне на самом деле это напомнило то, что сейчас тренерский штаб пытается сделать здесь. То есть основное это уважение клубу, это уважение команде, и чтобы каждый человек в клубе, не только на футбольном поле, но и вообще вокруг, скажем так, футбольного периметра, но нося эту эмблему, он чувствовал себя причастным к делу. Поэтому это мне понравилось, я думаю, многим, кто имеет отношение к нашей команде, было полезно это почитать и понять, то, что хотят от нас сейчас.